Привет, красотки и красавчики! Ну что, первое видео 2021 года, даже не верится. Это косметичка месяца января, и в ней мы с вами будем рассматривать все то, что я планирую использовать в этом месяце, в первом месяце 2022 года. Сейчас я вам буду показывать белорусские новинки от Blur Design, которые мы с вами рассмотрим в отдельном видео со сводчами, и вот там я поделюсь своим мнением относительно этих новинок. А здесь вместо этого расскажу вам о том, что я снова начала играть в Нэнси Дрю. Вообще, свой год, как и большинство, я начала с огромного количества еды. Это все дело продолжилось, наверное, числа до 4-го, потом было Рождество. Короче, помимо того, что я начала играть в Нэнси Дрю, я еще возобновила свои занятия Нсэнэти с Шон Ти. Надеюсь, они мне помогут все-таки вернуться в форму и встретить лето с более явным прессом, как минимум. Так вот, Нэнси Дрю, если вы не знакомы с этой серией игр, это игры про девушку-детектива, в которых она каждый раз расследует новые дела, в которых иногда присутствуют всякие паранормальные явления, но которые потом раскрываются, оказывается, что это кто-то притворялся кем-то. Короче, я лично в школе эту серию игр обожала, и я играла в Нэнси Дрю со своей учительницей по английскому языку. И мы играли в английскую версию игры. Как сейчас помню, как мы проходили Туманы Острого Лжи, по-моему, да, и мы с ней застряли на этих ракушках, которые мы не могли на берегу собрать. В Собаках-призраках Лунного озера мы застряли, не могли открыть сейф, по-моему, да, в подвале не могли сейф открыть, потому что не могли понять, какой там код. Короче, у меня тонна воспоминаний с этой серией игр. И сейчас за вот эти вот 10 дней праздничных я прошла сколько? Штук 5, наверное, игр. Прошла Туман Острого Лжи, Псы-призраки Лунного озера, Заколдованную карусель или Проклятие карусели, я не знаю, как она в русской версии называется. Новую для себя игру прошла тоже Нэнси Дрю, называется Проклятие старого замка, про немецкий замок. Сразу предупреждаю, если надумаете в зрелом возрасте в Нэнси Дрю играть, вы можете не понять графику, потому что, естественно, там графика из двухтысячных, она не такая современная, как даже в Ведьмаке, но, мне кажется, качество этой игры, оно скрывает вот эти вот небольшие недостатки. Для меня вот эта графика, она не недостаток, потому что для меня это билет в прошлое, билет в детство, скажем так. Давайте теперь возвратимся к моей косметичке месяца, потому что белорусские новинки закончились, и здесь у нас два консилера, которые я собираюсь использовать в этом месяце. Первый из них определенно войдет в фавориты 2021 года, второй для меня новый, но тоже мне уже нравится. Это продукты для бровей, стандартный карандаш Катрис и гель для бровей, в который в каждой косметичке присутствует. Еще один карандаш от Катрис и гель для бровей от Стеллари. Это тестер, камуфляж и консилер от Essence. Отличная вещь, использую как консилер, поэтому такой маленький объем для меня оптимален. Это моя самая любимая пудра от Laura Mercier, у нее супер мелкий помол, она вообще не видна даже на моей тонкой коже, поэтому как раз она мне так сильно нравится. И вот это, да, это еще один фиксирующий гель для бровей от Belor Design, тоже новиночка. Пробовала только пару раз и пока что ничего плохого сказать не могу. Решила я достать свою обожаемую палетку Perth из линейки Go Travel от Focalure. У меня таких палеток, наверное, штук пять как минимум. И вот эта была первой. Именно потому что она была первой, у меня к ней особое отношение, я до сих пор обожаю вот этот вот крайний нижний оттенок Павлова, мне кажется, он универсальный, он супер сияющий, мега интересный навеки. Сейчас я его замацала, заляпала, затерла, понятное дело, он не выглядит таким уж привлекательным, но поверьте, в работе он действительно смотрится фантастически. Это замечательный акцент, и можно сделать просто внеземной волшебный макияж, используя базовые оттенки и вот этот как акцент навеки. Вот это новая палеточка, и о ней я чуть-чуть все-таки расскажу, потому что, если честно, я вообще не ожидала такого качества от белорусского бренда. Не то чтобы я от белорусских брендов ничего хорошего не жду, просто здесь, ну, прямо фантастическое качество. Тени супер пигментированные, они сами себя тушуют, с ними очень легко сделать. Такой яркий макияж, можно сделать повседневный, сдержанный макияж. Есть здесь сатиновые оттенки, более сияющие, есть матовые, короче, замечательная палеточка. Вот от нее я уже в восторге. Это еще один оттенок моего любимого хайлайтера Белор Дизайн Инкредибл Холливуд. И оттенок здесь тон 0.3. У меня есть, по-моему, тон 0.1, если я не ошибаюсь. Вот тот вот хайлайтер, который я рекомендую всем, кто хочет естественный, но при этом заметный блеск на лице. То есть, хайлайтер, который сливается с кожей, выглядит так, как будто вы просто сияете изнутри, вот от природы у вас такой блеск здоровый. И тот хайлайтер, который не подчеркивает текстуру кожи. Вот этот вот точно такой же, но только чуть более розоватый. А вот эта вот шикарная штука. Начала недавно пользоваться в полном восторге. Вообще, по факту, это просто увлажняющий спрей, но я использую как фиксирующий спрей, потому что сейчас у меня кожа подсыхает, и любая косметика смотрится как маска, потому что действительно кожа прямо мега сухая, даже шелушится. А вот с этим спреем весь макияж смотрится более завершенным и более естественным. Это у нас старая тушь, ну как старая. Эту тушь я, наверное, уже месяца три использую как минимум. И дальше все туши вы, по-моему, уже видели в моих косметичках месяца, поэтому на них долго останавливаться не буду, они меня полностью устраивают. Просто пытаюсь их добить, чтобы выбросить и вывезти из коллекции, потому что они давно вскрыты, нужно их использовать. Обожаемая тонельная основа Healthy Mix от Bourjois. Использую ее уже, наверное, ну как минимум с первого курса института. Штук 10 или 15 у меня таких было. Я еще помню то время, когда она была в старой упаковке. К счастью, они ее не переформулировали, просто перепаковали. Замечательная средняя кроющая способность, можно достроить до более плотной, долго держится, естественно, выглядит с короче никаких претензий. Еще одна шикарная штуковина, это база по тени от Catrice. Прямо на все сто довольны, сейчас только ее по тени использую. Это бронзер от Catrice, который у меня был в Project Pen 2021. Не то, чтобы я много использовала, но использовала ощутимое количество, потому что стартовала я фактически с нового бронзера. Он мне нравится, у него нейтральный потон, он не рыжит, не розовит, короче, делает все, что нужно. Еще один консилер, который я, кстати, оправдала, потому что раньше я говорила, он мне не нравится, а сейчас он мне нравится. Да, у него не супер плотное покрытие, но со своей работой он справляется, он действительно делает вас более отдохнувшей. Сейчас у меня сколько, шесть оттенков теней Чупа-Чупс лежит, это мелкопомолотый глиттер, недавно на ревью приехали три новых оттенка, а вот эти вот три, первый и два последних, они у меня с прошлого года. Обожаю эту вещь. Если вы любите глиттер и супер сияние, обязательно присмотритесь к теням Чупа-Чупс. Они идеально прилипают к вашему веку, они не осыпаются, и это самый простой способ использовать глиттер в вашем макияже. Это жидкая матовая помада Чупа-Чупс, она мне нравится тем, что у нее нет четкого контура. Она делает такой корейский макияж, к тому же здесь красный оттенок, но он не слишком броский, поэтому я ее ношу на повседневке без каких-либо проблем. Но будем честными, конечно, я и суперброские яркие оттенки ношу на повседневке без проблем, но этот он такой прямо, я бы сказала, нюдовый красный, если бы такое вообще было возможно. Короче, шикарный, такой естественный, здоровый красный оттенок. И вот эти вот тинты, ну вот честно, не могу их отложить, они у меня кочуют из косметички в косметичку, потому что я их очень часто ношу, действительно, они беспроблемные, на губах ощущаются как вода, долго держатся, не отпечатываются ни на чем. И теперь поехали по стиковым помадам. Это моя обожаемая светло-розовая помада от Catrice, которую многие из вас в каком-то недавнем видео хвалили, спрашивали, что у меня на губах такое шикарное. Так вот, скорее всего, там была именно она, потому что в последнее время именно вот эту вот светлую розоватую помаду я чаще всего ношу. Еще одна помада из линейки Demi Mat от Catrice, которая мне очень нравится, это коричневато-нюдовая. Кстати, Demi Mat они снимают, если вы не знали об этом, закупайтесь, потому что вместо Demi Mat они добавили теперь какие-то веганские помады. И они не такие вельветовые, гладкие, как Demi Mat, к сожалению. И вот это еще один шикарный такой сдержанный, припыленный бордово-красный оттенок. Он замечательно смотрится вкупе с моей бордовой шубой, поэтому сейчас я эту помаду ношу постоянно. К тому же, она стойкая, долго держится, не размазывается. Короче, как и все помады Demi Mat, вообще беспроблемная шикарная помада. Это Кристи из линейки Luxe Visage. Кстати, не самая покладистая. В линейке Luxe Visage большинство помад супер покладистые, такие беспроблемные. Это может немножечко неравномерно ложиться, но ничего критичного. Из-за оттенка я ей все прощаю. Конечно, невозможно вот эту вот помаду Kara сравнить с предыдущей, но в ней тоже есть немножко чего-то вампирского. То есть, если бы предыдущую помаду представить как девушку, то это будет 17-летняя годка какая-то, а вот это ее младшая сестра, которой, не знаю, два года нежный, такой сероватый, точнее, серовато-бежевато-розовый, нюд. Да, он сдержанный, но все равно в нем есть какая-то тайна. Вот это вот шикарная, яркая, но при этом не супер кричащая помада. Я не знаю, как она это делает, но она смотрится изысканно, и она сочетается с огромным количеством макияжей, и она освежает, к тому же, короче, беспроблемный вариант. Вот эту вот помаду после съемки этого видео я впервые на губы нанесла, и она мне очень понравилась. Да, конечно, это просто нюд, ничего здесь нет экстраординарного, розовато-бежеватая помада, но она реально круто смотрится на губах. Она не слишком светлая, не слишком темная, шикарный повседневный вариант, и она очень комфортно ощущается. Но, кстати, она не полностью матовая, она явно не такая вельветовая, как помада Деми Мат, но все равно мне формула понравилась. Вот эту вот помаду, к сожалению, я очень редко носила этой зимой, и это нужно исправить, пока зима еще не закончилась, потому что зима это ее время, вот осень и зима. Весной я явно ее носить не буду, летом тем более, поэтому нужно поторапливаться. А вот такие оттенки я ношу и летом, и весной, и зимой, и вообще, когда угодно. Для кого-то, возможно, это не самый носибельный оттенок, это действительно такой чуть холодный коричневый, может быть, чуть более теплый, чем NYX MISON, то есть не такой сероватый, но это явно не теплый, такой рыжекоричневый. Короче, шикарный вариант для меня действительно сочетается с большинством моих макияжей. Такой более темный нюд, если так можно выразиться. Вот эту помаду не носила, наверное, год как минимум, поэтому решила это исправить. Она мне до сих пор нравится, она сочная, но в ее сочности также заключается проблема, потому что она может размазываться, и ее нужно носить только с карандашом, иначе она будет размазана по всему вашему лицу. Вот эту помаду тоже давно не доставала, к сожалению, хотя оттенок я до сих пор обожаю. Один из самых необычных, кстати, помада вообще беспроблемная. Из всей вот этой линейки, как они назывались, Essence, что-то там с шоком связано. Так вот, из всей этой линейки она единственная, вообще не плюшивая, она ложится прямо стопроцентно равномерно. А вот это новенький блеск от Belor Design, кстати, тоже такой праздничный, сияющий, но вот эти вот частицы вообще не ощущаются на губах. и смотрится он так влажненько, симпатично, и вкус, точнее не вкус, а аромат у него приятный. Вот этот вот блеск, новенький, кстати, тоже от Belor Design, меняет цвет. Привет детям 90-х, опять же, сначала он прозрачный, а потом становится ярко-розовым. Вот этот блеск я, наверное, включу в Project Pen 2022, получается, да, потому что его осталось совсем чуть-чуть, и нужно его добить и выбросить. Он не самый ходовой, такой волшебный, немножко перламутровый, но он мне нравится. Под настроение, понятное дело, но все-таки я его, как вы видите, довольно-таки часто ношу. Вот это вот помады, снятые, обожаемые мной линейки Generation Matte от Catrice. Этот оттенок ношу реже, чем все остальные, поэтому нужно это исправить. Не знаю, почему редко ношу, вообще такие оттенки обожаю, в принципе, в любое время года. Вот эта помада из более новой линейки, которой, по-моему, они заменили вот эту вот Generation Matte. Шикарная формула, но не такие интересные оттенки, как в предыдущей линейке, к сожалению. Поэтому я оставила, по-моему, только вот этот нюдовый оттенок и красный из этой линейки, от остальных избавилась в недавнем расхламлении. До сих пор моя самая любимая линейка блесков Catrice Generation Plump and Shine. Этот ягодный оттенок зимой максимально актуален, наверное, самый темный был из линейки, поэтому как раз я его и решила включить в эту косметичку. Ядреный, мега-яркий оттенок фуксии Matte Matte Sleek тоже, по-моему, уже снятая линейка. Вообще не знаю, Sleek существует до сих пор или нет. Они как-то совсем заглохли, к сожалению. Но мои любимые палетки они точно не выпускают. Так вот, эта помада как-то наносится не так, как раньше. То есть она чуть более силиконовая, что ли. Надо будет ее встряхнуть, но если она будет так же наноситься, то, скорее всего, она испортилась. Нужно будет ее выбросить. Короче, нужно будет смотреть. А вот это тоже новенький бальзам, супер вкусно пахнущий, кстати, бальзам от Belor Design, который тоже меняет цвет. И о нем более детально поговорим в отдельном видео. И завершает наш обзор нюдовая матовая помада от Belor Design с классным, таким повседневным, коричневатым оттенком. На губах, кстати, она стойкая, приятная, ничего плохого о ней сказать не могу. И это была вся косметика, которой я планирую пользоваться в январе 2022-го. Огромное спасибо за просмотр, подписку, лайки, комментарии. Надеюсь, вам было интересно. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!